Новый стадион Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 построен в историческом районе Стрелки. Рядом с местом слияния двух крупных рек – Волги и Аки. Вместимость его составляет 45 тысяч человек. Стадион является домашней ареной футбольного клуба «Олимпийц». На этом стадионе пройдет 6 игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Первый матч FIFA на новом стадионе в нашем городе состоит совсем скоро. Уже 18 июня сборная Швеции встретится со сборной Южной Кореи. На днях обе команды прибыли в Нижегородский аэропорт Стрелкино. Первой была команда Швеции. Сборную поселили в четырехзвездной гостинице «Мариот». Она располагается на улице Ильинская, дом 46. Со сборной приехала большая группа сопровождения и охрана. Всех игроков встречали по старой славянской традиции – хлебом и солью. Конечно же, в национальных нарядах. Но многие шведы не оценили наш прием и даже не отведали предложенных язд. Может, брезгуют или боятся, что отравят, как скрипалей. Продолжение следует... Про сборную же Южной Кореи мы, к сожалению, подробностей не знаем. Они быстро промчались в неизвестном направлении. Кто знает, где они осели, пишите в комментариях. Фанаты же сборной Швеции прибыли в наш город раньше своих кумиров. Неоднократно были замечены в Нижнем на открытии чемпионата мира по футболу на площади Минина 14 июня. Также они неплохо повеселились в ресторанах города с шумной пьяной компанией. Фанаты же Южной Кореи, как и команда, в городе замечены не были. Вообще, корейцы ребята тихие и не любят привлекать себе излишнее внимание. А еще в наш город вернулась сборная Уругвая после ошеломительной победы над командой Египта 1-0. Уругвайцы отдыхают на спортивной базе Борская, на которой они базируются в нашей стране. Мясо на гриле, бильярд, боулинг, бассейн. Вон как Диего Годин на водной горке. Такой счастливый. Мы рады, что гостям города у нас нравится. Даже несмотря на то, что Уругвай – наши принципиальные соперники по группе. Кстати, матч России у Уругвая состоится 25 июня в 17.00. Ну а вы не забывайте болеть за наших и надеяться на русский авось. Он нас и не в таких ситуациях вывозил. Кстати, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или же обсирайте в комментариях. Ваше мнение очень важно для нас.